А как насчёт пародии на бульдога? А, кто это? Известный юморист. Минуточку. Что-то как-то не похоже. Техническая поддержка стрима, оператор Сироп Глор, Артём, здравствуйте. 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 766-1669. Так, секунду, ещё раз, надави телефон номер. 766-1669. На кого формы договора? А с какой нахрен, с какой нахрен знать моё имя Антон? В чём проблема, скажите? Беседа абсолютно нормально. Что просить? Вот, значит, соответственно, были технические неполадки. Допустим, у меня перезагрузка телефона линий. Но попался неграмотный человек. Я на него вылил всю эту грязь. Я имею в виду свои эмоции. Каждый человек имеет право на свои эмоции. Верно, да? Вот. Ну, хорошо, допустим, с этим заданием справились. Я досмотрел пасхальную службу, понятно, да? По Первому каналу, значит, с храма Христа Спасителя до конца. Как тебя зовут? Только скажи честно. Артём. Потом я услышал первый разрыв, разговор со мной. Да, допустим, смешно. Дальше. А вот теперь уже к тему. Значит, мне надо было из интернета в интернет, в Южной Корее, подчёркиваю, значит, информацию, соответственно, переслать. Так, чёрт из два, там у них очень странные понятия. То есть английский шрифт, там с южнокорейский, там надо как-то ещё на латынь, я имею в виду, как-то переводить надо было по-особенному. Ну, ты мне понимаешь, это бы были такие проблемы, хорошо, что нашёлся южнокорейский человек, ну, это понятно, который грамотно изъяснялся на английском языке, не помог. Вот тебе, пожалуйста, ближе к теме. Вот теперь мы подходим с тобой ближе к истине. Я даже за. Я не заткутываю сам своих мытьев, я просто хочу понять тебе. Алло, спасибо за ждание. Сейчас оставайтесь на линии, я соединюсь с Кириллом. Алло. А скажи мне, пожалуйста, следующее. Да, здравствуйте. Я спрашиваю. Как разумеется, во-первых, ты не представился. Меня зовут Кирилл, да. Ну, я думаю, вас представили, что вы будете со мной разговаривать. Здравствуйте, Артём. А этого вы уже знаете. А этого вы уже знаете. Вот я просмотрел ваш сайт. Два дневников и так далее и тому подобное. С одной стороны, мне было весело слушать ваши звонки, спидовые там. Но я не знаю, как вы ставите ударение. Я, например, поставил спидовый, потому что спид, спидовый, я не знаю. Надо фамилию грешно смеяться. Ну, у вас же юмор, поэтому я поставил для себя ударение спидовой. Потом я услышал первый разрыв, разговор со мной. Да, допустим, смешно. Антон Юрьевич, это совсем понятная проблема ваша. Дальше. А вот теперь уже к тему. Значит, мне надо было из интернета в интернет, в Южной Корее, подчеркиваю, значит, информацию, соответственно, переслать. Так, черт из два, там у них очень странные понятия. То есть английский шрифт, там с южнокорейский, там надо как-то еще на латынь, я имею в виду, как-то переводить надо было по-особенному. Но ты мне понимаешь, это были бы такие проблемы. Хорошо, что нашелся южнокорейский человек, но это понятно, который грамотно изъяснялся на английском языке, не помог. Вот тебе, пожалуйста, ближе к тему. Так, я вот, в принципе, я вас выслушал, да, я вот, первую фразу, но была плохая связь, я не совсем понял. Вот первая суть Speedway, это вот что это, где, я не совсем понял. Можете еще раз объяснить? А теперь, пожалуйста, поясни. А это вы уже знаете. Нет, Антон Юрьевич, я вот просто не совсем понял. А суть, вот, не понял, можете еще раз объяснить? Ну, значит, у меня было дело, почему я разыгрывал этого человека, какая-то, может быть, там злоба. Но я не знаю, что эта злоба, там, его развернется вот негативом с моей стороны. Вернее, с его стороны, извини, пожалуйста, за не точность, с его стороны. Ну вот, и у нас пропала абсолютно всяческая связь, и все. Подчеркиваю, он работал в мэрии милиционером. Секундочку, значит, у вас пропала связь с Южной Кореей? Или как? Не вообще, не совсем понимаю вас. Верно? Антон Игоревич, объясните, пожалуйста, еще суть проблемы. Вы считаете, вообще, это юмор? Нет, не юмор, я вообще не понял суть вашей проблемы. Пускай этот будет разговор революционным, пускай этот будет, может быть, разговор, ну, может быть, точкой в нашей, скажем, с вами погоне. Вы за мной гоняетесь, а я-то вас гоняю. Антон Игоревич. Ну, значит, у меня было дело... Вы меня слушаете? Да. Дальше. Я надеюсь, что вы меня поняли. Я надеюсь, что вы меня поняли. Нет, он ничего не плохого, а не галонку дождается, потому как здесь балзит, да. Вы заедете точную дату, число и время. Да нет, несколько часов я разговаривать не буду. Давайте я субтитров. Спасибо. Спасибо. Я действительно не догоняю. Алло. А может, я не Антон? На кого оформить договор? А с какого нахрен, с какой Антон вразил? Сейчас, секунду, ставься на линии. Алло. Алло. Я вас хочу предупредить, что телефонное хулиганство преследуется по закону, и ваш телефонный номер будет передан в правоохранительные органы. Всего доброго. До свидания. А почему? Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Алло. 766-1669. Что? 766-1669. Что? Так, еще раз. 766-1669. Телефон включения или что они проектовали? Во-первых, я не знаю. Ну, как бы там… Что у вас в телефон включения, ваш либо номер лицового счета? Ну, это вы сами почувствуете. Что? Да. В прямом смысле. Уточняйте информацию, а потом перенадите. Вы же профессионалы своего тела. А это так, если вы не знаете, сколько там лет это… грошку, а? Что? Ну, хорошо. Другие беспокоят. Почему? Вот… Твое мнение. Игорь или Алексей, кого брать в кавычках… Что? Как тебя зовут? Только скажи честно. Рада Романа 192. А почему Бульдог Матт там разрывник менял… Ну, разрывники… Что? Почему-то пишет «Дадос капу» и пишет следующую фразу мне. Телефон подключения, либо номер договора скажите. 766 1669. Это что, телефон подключения, либо номер договора? Во-первых, я не знаю. Ну, то уточните нам на своем перезвании с нам. Почему? Техническая полерка стрим-интернет. Оператор 653 Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас слушаю. 766 1669. И на кого заключен договор стрим? Это Антон Уральский. Сейчас, одну секунду. Так, телефон 766 1669, да? Да. А я вас слушаю. В чем проблема заключается? Во-первых, я не знаю. Так, но у вас не работает интернет или телевидение? В чем проблема? Ну, хорошо. Другие беспокоят. Почему? Вот, твое мнение. Алло. Я не понимаю, а в чем у вас проблема? Ну, мы знаем, что такое обыкновенная антенна и что такое цифровое телевидение, не спутниковое, скажем так, да? Я имею ввиду качество изображения. Верно, да? Так, у вас проблема с телевидением? Сыпется картинка на экране телевидения? В чем проблема, пожалуйста? Можете ее? Да. Сыпется картинка на экране телевидения. Хочешь построить со мной разговор, давай друг друга вожать. Ты задаешь вопрос, я отвечаю. Я отвечаю, ты меня спрашиваешь. Я пока ответа не услышал. Можете назвать, в чем проблема заключается? Дальше. Существует Родзовича Киркова спрашивается. Я просто хочу понять и докопаться до истины. На обыкновенном телевидении существует слово «реклама». Тем более я себе такой устроил праздник. Ага, я сейчас посмотрю светлый пасхальный праздник, тем более в цифровом варианте. Да, это было, по-моему, 26-27 апреля. Правильно? Историческая дата для вас, как-то вы прослушали. Ну, возможно. Да вам и не будем вопроса. Я еще должен сказать точную дату, я еще должен сказать время по секундам, да? Нет, этого не будет. Скажи, я хочу тебе сказать, что спроси от своих коллег. Очень хорошо, если бы наш разговор еще записывался. Я хочу от тебя услышать личное объяснение. Какая у вас цель-проблема? То есть цель звонка какая у вас проблема? То есть стрим-телевидение работает или что? Дальше. А вот теперь уже в тему. Значит, мне надо было из интернета в интернет, в Южной Корее подчеркиваю, значит, информацию, соответственно, переслать. Так черт из два. У них очень странные понятия. То есть английский шрифт там с южнокорейский, там надо как-то еще на латынь, я имею в виду, как-то переводить надо было по-особенному. Но ты мне понимаешь, это были такие проблемы, хорошо, что нашелся южнокорейский человек, но это с нами никак не связано. Грамотно, извинясь, на английском языке не помог. Вот тебе, пожалуйста, ближе к теме. Но это с нами никак не связано. То есть конкретно со стримом есть какие-то проблемы или у вас там с откладкой проблемы русский-английский язык? Данный разговор, данный разговор, захочет, как говорится, шкуру медведей перетянуть на себя, чтобы меня обеспокоили. Я слежу за вашими сайтами и так далее. Сидят, как говорится, ваши коллеги, да, с вашими аватарками. И голосуют, между прочим, тоже, если там что-то такое, давайте оставим. А кто же еще как-то? Вот осмотрите, пожалуйста, в чем ваша проблема заключается, и потом нам перезвоните. Всего хорошего. До свидания. Техническая поддержка стрима. Специальная 690. Меня зовут Елена. Здравствуйте. 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 Я вас слушаю. Если не брать советский период, а взять российский период, Амшлаг, Петросян и так далее, комеди-клаб, скажем, да. До какому юмору причисляетесь? Никакому. А я могу уточнить, по какому вопросу вы обращаетесь? Ну, хорошо. Другие беспокоят. Почему? Вот твое мнение. Простите? Да. Ты перевернешься к вертармашками. Угу. А по какому вопросу вы обращаетесь? Значит, перехожу ближе к теме, да? Угу. Теперь уже. Угу. Значит, весь руль НАТО – это Америка, мы понимаем, Америка – это бывает северный регион, южный регион, Мексика, Корея – северная. Кстати говоря, я был в южном, вижу, впрочем, Корея на гастролях. Угу. Так. А не подскажете телефон подключения или номер лицового счета? 766 1669. Так. Это номер лицового счета? Во-первых, я не знаю. Так. А на кого оформленный договор? Это я, Антон Уральский. Угу. Так. Секунду. 766 1769. 766 1669. А, простите. Секунду. Угу. Да, я вас слушаю. Вот. Значит, соответственно, были технические неполадки. Допустим, у меня перезагрузка телефона линий. Ну, попался неграмотный человек, я на него вылил все это, зрясь. Я имею в виду свои эмоции. Каждый человек имеет право на свои эмоции. Вера. Да. Да. Да? Вот. Если ты хочешь построить со мной разговор, давай друг друга вожать. Ты задаешь вопрос, я отвечаю. Я отвечаю, ты меня спрашиваешь. Да, конечно. Я хочу уточнить, то есть у вас не работает интернет или проблема в каком-то определенном сегменте интернета? Дальше. А вот теперь уже к тему. Значит, мне надо было из интернета в интернет, в Южной Корее подчеркиваю, значит, информацию соответственно нужно переслать. Так, черт из два. То есть у вас не работает почта? Во-первых, я не знаю. То есть у вас не заходит почта, то есть сама страница интернета не отображается или сам почтовый ящик не работает? Да. У вас в интернет заходит? Да. Угу. Так, секунду. А почтовый ящик у вас в каком домене не подскажете? Во-первых, я не знаю. То есть на сайте каком вы заходите в почту? На Яндексе, на мейле или в другом сайте? Не знаю, ничего не знаю. А как вы хотели отправить почту? Ничего не помню. Угу. То есть тогда как вы определили, что у вас не работает почтовый сервер? Ну хорошо, другие беспокоят. Почему? То есть почему не отправляется почта? Сначала для того, чтобы отправить почту необходимо зайти на почтовый ящик. Но сети на этот какой же? А почтовый ящик, к сожалению, я вижу, что у вас нету нашего почтового ящика ни одного, ни бесплатного, ни с дополнительными возможностями. Поэтому сначала необходимо выяснить, в каком домене у вас почтовый ящик, чтобы определить, почему у вас может не работать интернет. Угу. А как вы раньше отправляли почту, не подскажете? Без пардона приходит ко мне домой. Я имею полное право. А кто приходит домой? Два администратора. Это Александр такой светличный и Александр Пескунов. Угу. Сейчас. Минуту. Подождите, пожалуйста, на линии. Я уточню. Информация хороша? Тебрит Зазорько. А что, простите? Тебрит Зазорько. Тебрит Зазорько. Правильно? Так. Я сейчас уточню информацию по данному вопросу. Подождите, пожалуйста, на линии. Хорошо? Ну, понятно. Минуту. Оставайтесь на линии. Ну, отлично. Спасибо за ожидание. Я уточнила информацию. Сейчас мне необходимо выяснить, как вы пытаетесь зайти на почту и в чем именно проблема, то есть почему она не не отправляется, как вы определили, что она не отправляется. То есть нам необходимо в этот момент выяснить, что попробуйте решить данный вопрос. Во-первых, я не знаю. Ну, смотрите, вы заходите в интернет. Послушай мне, Рунет – это весь земной шар. Да, я понимаю. Но на какой сайт вы заходите изначально, чтобы потом попасть в почту? Какой сайт вы набираете? Там есть два администратора. Это Александр такой светличный и Александр Пескунов. Угу. Так, это на данном сайте. Алло. Ты согласен со мной? То есть где именно администратора? Алло. Вы не подскажете, где… Ни чего не помню. Угу. А в таком случае, пожалуйста, не могли бы вы уточнить сейчас, в каком домене у вас почта находится? Ну, естественно, это какой же? Секунду. Садомазохизм. А я вижу, что у вас сейчас интернет работает, а в нашем домене у вас почтовых ящиков нет. Соответственно, вам необходимо сейчас обратиться в техническую поддержку данного сервера, в котором у вас есть почта, чтобы уточнить, почему у вас не работает почта. По каким причинам? Не знаю. Я ничего не знаю. Потому что, скорее всего, проблема именно в сервере данного предприятия, которое предоставляет данный сайт. Я не желаю этого. В таком случае, перезвоните техническую поддержку данного сайта и уточните причины. Посмотрите точную дату, число и время. Чего именно? Значит, мне надо было информацию, соответственно, переслать. Да. А переслать как? Во-первых, я не знаю. Соответственно, если вы хотели через почту интернетовскую переслать, то в таком случае у вас, если нет доступа к почте, то необходимо обращаться на сервер, который предоставляет почта. Если же другими способами, то это к интернету не относится. Если у вас сейчас интернет не работает, то мы можем попробовать решить данный вопрос. Если же интернет работает, то в таком случае тут уже… Спасибо хотя бы за такое доверие. на самом деле так. То есть у вас сейчас интернет работает и проблем нет, как таковой в интернете? Да. Послушай мне, Рунет – это весь земной шар. Это я знаю. Что именно вы хотите от меня, услышишь? То есть я так понимаю, вы хотите отправить почту. И каким способом вы хотите отправить, опять же, вы эту информацию мне не сообщаете. Поэтому мне необходимо сейчас выяснить… Ну, это вы сами почувствуете. Информацию по данному вопросу я вам сообщила. Я могу быть еще чем-то полезной быть вам? Да. Да, я слушаю. А что, в Америке нет русских сайтов? Нет. А сейчас вопрос о другом. То есть с каким вопросом вы обращаетесь? У вас не отправляется почта. Я вам сообщила информацию по данному вопросу. Другие вопросы по поводу почты или по поводу интернета у вас еще есть? Нет. А сколько мы с тобой общаемся? 12 минут. Точнее уже 13. Ну, понимаешь, причем то и что, а что ты не знаешь в нашей милиции? Так. А почему? Нет. Сейчас вы по какому вопросу обращаетесь? Ну, это вы сами почувствуете. Я надеюсь, что вы меня поняли. К сожалению, не совсем. Потому что я не понимаю, с каким вопросом вы сейчас обращаетесь. Ну, хотя бы так. Кстати говоря, я когда был в Южной Корее, что админ, администратор нашего хора заметил, что шофер стал засыпать. Так. А скажите, пожалуйста, у вас по вопросам работы интернета сейчас есть вопросы? Пускай этот будет разговор революционным. Пускай этот будет, может быть, разговор, ну, может быть, точкой в нашей, скажем, с вами погоне. Вы за мной гоняетесь, а я-то вас гоняю. Так. Если сейчас у вас нет вопросов, касающихся работы интернета или стрим-тв, то мне, к сожалению, придется прекратить разговор. Соответственно, при этом... Все, давай, до субботы. А если работа интернета будет нестабильной или какие-то проблемы, обращайтесь, будем решать данный вопрос. Ну, я тоже слышу ровно, хорошее общение. Мне это нравится. Хорошо. А в таком случае... Ну, так, повозиться удовольствие можно будет там с тобой, да? Сейчас, позвоните, будем решать данный вопрос. Спасибо за звонок. А может, меня это было вообще дозвонить? Это тебя тоже? Спасибо за звонок. Всего доброго. До свидания. Ну, все. Значит, тогда в субботу созвонимся. А во сколько лучше в субботу позвонить тебе? Всего доброго. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас слушаю. Ну и слава Богу. Субботу. И мы начали 10 минут. Хорошо? Номер лицевого счета или номер договор назовите ваш? Номер лицевого счета или номер договор назовите ваш? 766, 166. Какой вопрос у вас? А еще в жертвы. Что еще раз? А еще в жертвы. Слушайте, а скажите мне, пожалуйста, вот, хочу узнать, жертва, это что это такое? У вас есть какие-то вопросы по поводу интернета? У вас проблемы какие-то с интернетом? Да? Говорю я. Вот вы хотите рассмешить народ или все-таки довести до нервов? В чем у вас именно проблема заключается? Значит, весь руйнат. Это что такое? Это Америка. Мы понимаем, Америка это бывает. Северный регион, Южный регион, Мексика. У вас есть другие вопросы по поводу интернета. В чем у меня проблемы у вас возникают? Кстати, я когда был... Дальше. А вот теперь уже к тему. Значит, мне надо было из интернета в интернет. Южная Корея, подчеркиваю, значит, информацию, соответственно, переслать. Скажем, ты можешь сейчас просто упасть от стола. У меня была одна слоба на человека. Я по городу Москве отослал, вернее, ну, перекопировал несколько объявлений, что этот человек нуждается в травле тараканов и прочих вот таких вот насекомых. Но указал его телефон на машине. Но после этого этот человек меня настолько не злюбил, и, в общем-то, у нас с ним прекратились терческие общения. Эти объявления я просто раскрыл по Москве. У вас с интернетом есть проблемы? Можно продолжать, да? Да. Да. Так, черт из два. Там у них очень странные понятия. То есть английский шрифт, там южнокорейский, там надо как-то еще на латынь, я имею в виду, как-то переводить надо было по-особенному. Ну, ты мне понимаешь, это бы были такие проблемы, хорошо, что нашелся южнокорейский человек, но это понятно, который грамотно извиняется на английском языке и не помог. Вот тебе, пожалуйста, ближе к теме. А с интернетом у вас какие проблемы? Вот. Значит, соответственно, были технические неполадки. Допустим, у меня перезагрузка телефона линий. Ну, попался неграмотный человек, я на него вылил всю эту грязь. Я имею в виду, свои эмоции. Каждый человек имеет право на свои эмоции. Верно, да? Вот. Ну, хорошо, допустим, с этим заданием справились. Я досмотрел пасхальную службу. Понятно, да? По первому каналу, значит, храм от Хрица Спасителя до конца. У вас с интернетом есть проблемы? Я слежу за вашими сайтами и так далее. Сидят, как говорится, ваши коллеги, да, с вашими аватарками. И голосуют, между прочим, тоже, если там что-то такое, давайте оставим. А кто же еще как-то? Только они... Сейчас есть кризис в стране. У вас по поводу интернета нет проблем, мне придется завершить разговор. Потому что диалог у нас не получается. У вас с интернетом нет проблем. Ну, извини меня, ты берешь так мысль, что Рунет – это все, это весь наш земной континент. А что, в Америке нет русских сайтов? Есть. Кстати говоря, я когда был в Южной Корее на гастроле, и мы... Однажды, вот небольшая справка, мы ехали в автобусе, вернее, хор. Верно? К сожалению, у вас разговоры здесь не потерялись. Но, во-первых, ты не представился. Но, во-первых, ты не представился. Спасибо вам за звонок, до свидания. Во-первых, ты не представился. Техническая поддержка стрима специалисту 78, меня зовут Денис, здравствуйте. Алло. 166 1669. 1766 1669. 1766 1669. 1766 1669. 1766 1669. На кого оформлен договор? В интернете поищите, и об этом обязательно там все указано. Это я, Антон Уральский. Я думаю, боже мой, это же так красиво. Техническая поддержка стрима специалисту 72, Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да. 1766 1669. Это Антон, привет. Код города у вас впереди есть? Все, вижу. Здравствуйте. Вас очень плохо слышно. Ну, вы настойчиво перезваниваете ко мне, требуя что-то от меня, какого-то непонятного, чего-то... Понял, сейчас одну минуту я уточню тогда. Ну, давай, давай. Алло. Алло. Спасибо за ожидание. Номер лицевого счета ваш назовите, пожалуйста. Алло. Во-первых, я не знаю. Тогда вам необходимо уточнить эту информацию и перезвонить. 766 1669 номер лицевого счета вас назовите ну а первых ты не представился я уже представил меня зовут александр номер счета ваш подлинно звать алексей а в кавычках игорь ну если вы понимаешь я тебе хочу сказать что есть личная информация и одессы и а бисексуалов и что вы будете переворачивать все сайты хорошо я вас понял когда уточните номер лицевого счета можете перезвонить всего доброго сейчас вы скажете что эта елена имеет секс услуги с моим отцом нет вы находитесь в главном меню автоматического центра поддержки ком старт директ для ваш звонок очень важен для нас пожалуйста оставайтесь на линии нижняя поддержка Специалист 903, Рустам, здравствуйте. 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 666-1669. Так, 666. 766-6669. Вас не очень хорошо слышно, не могли бы по одной цифре назвать? 766-1669. С кодом 499? А это вы уже знаете. 766-1669, верно? 966-1669. Подождите, подождите. Давайте по три цифры. 769, верно? Во-первых, я не знаю. 666-1669, верно? 769-1669, да? А, нормально, хорошо. Да, да. 769-1669, верно? 1666-1669. Так, лицевой счет можете назвать? А это вы уже знаете. Хорошо, давайте по одной цифре. 966-1666. Это я, Антон. Я вас понял. Алло, нужно будет, чтобы вы назвали лицевой счет. Уточните, пожалуйста. 766-1669. Да. Это дальше, контрольное число назовите, пожалуйста. Во-первых, я не знаю. Как я хочу вас узнать? Соответственно, без этих данных я вас не могу обслужить. Извините, пожалуйста. Вот теперь мы подходим с тобой ближе к истине. А при возможности уточнения перезвоните нам. На хрен вы мне вообще сдались, вы суки. На хрен вы мне вообще сдались. Спасибо за звонок. До свидания. Вы долбоебы. Техническая поддержка. Прим, инженер 8, 2. Максим, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. 666-1669. Повторите, пожалуйста, номер телефона. 716-6669. 716-6669, да? 716-6669. Наговор на кого оформлен? 1666. Это я, Антон Уральский. Что ваш вопрос? Так, я хочу вас узнать. Вот почему любят молодежь играть в Шостаковича? Нет, такой момент. Предоставление наших услуг у вас есть какие-то вопросы? Я жил спокойно без вас. Спокойно жизнью. Нет, у вас какие-то вопросы есть по услуге интернета, телевидения. Вот именно, что ты задал несколько вопросов. Алло. Ну, главный звонок вопрос, пожалуйста, ответьте мне. Такой вопрос, повторите его. Подожди, я, ведь я говорю правильно, почему ты мне это убиваешь? Нет, я вас все внимательно слушаю. Вас просто очень плохо слышно, вы пропадаете периодически. Слушай, ты можешь без всяких манерных интонаций? Повторите, пожалуйста, вопрос, я вам не отвечу, если он касается работы наших услуг. Ну, хорошо. Другие беспокоят. Почему? Сейчас, минуту, дождите, пожалуйста. Спасибо огромное за ожидание. В данной ситуации, по какому номеру телефона с вами можно будет связаться нашим специалистам, чтобы проконсультировать вас по всем вопросам интересующих? 716-66-69. В какое время это можно будет сделать? В ближайшие 10-15 минут вас устраивает? Ну, давай. Давай. В самом случае, я сейчас информацию передал по поводу вашего обращения. В ближайшие 10-15 минут дождите звонка нашего специалиста. Он ответит на все интересующие вас вопросы. Ну, давай. Давай. Всего доброго, до свидания. Все, давай, до субботы. Техническая поддержка СТИ, специалистам со двадцати огня. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаю вас. 916-16-66. Вас очень плохо слышно. Номер телефона ваш или номер лицевого счета назовите, пожалуйста. 716-16-16-66. Еще раз, пожалуйста. 716-66-69. Так, пожалуйста, еще раз. Вас не плохо слышно. 716-16-16-69. Договоры вашего права в городе. Урал. Как касается? Урал. Фамилия не очень назовите полностью, пожалуйста. Антон Игоревич Уральский. Вас плохо слышно. Я уже ответил. Дальше. Проблема у вас какая? Я имею высшее образование. Дура. Но я, к сожалению, не мысли Богомаев, да, который ушел из жизни вчера. Понимаешь, вот вы пчелы, а вы на мед на столько раз готовы как раз вот, понимаешь, вот как тебе сказать. Я даже у вас выяснил, что проблемы, связанные с интернетом. Слушай, ты ему била. Вы все набейтесь надо мной, понимаете? Я хочу выяснить вашу проблему и постараюсь вам помочь. Ты меня выждуждаешь? Вы мне, пожалуйста, проблемы объясните. Вот. Значит, соответственно, были технические неполадки. Допустим, у меня перезагрузка телефона линий. Ну, попался неграмотный человек. Я на него вылил всю эту грязь. Я имею в виду свои эмоции. Каждый человек имеет право на свои эмоции. Верно, да? Да. Чего-чего ты говори подчете? Что у тебя с фикцией-то случилось? Никак, поближе, пожалуйста, к твоим губкам. Подожми и поближе R, говори, S. Вот эти вот все буквочки. Тогда я что-то такое услышу, внятное. Ну, давай. У вас сейчас какая-то проблема с цветовым возникам? Единственное, что в недоумении, вот в каком вопросе. Я имел в виду техническую сторону связи. Поэтому я говорил, разрывы. Ну, я бываю, я согласна с вами. Ну, даже и в Доме-2 говорят, что какая-то пара, у них там разрыв. Ну и что? Ну, слово разрыв. Ну и что вот такого? Теперь уже в тему. Значит, мне надо было из интернета в интернет, в Южной Корее, подчеркиваю, значит, информацию, соответственно, переслать. Так, черт из-два, там у них очень странные понятия. То есть английский шрифт, там с Южно-корейский, там надо как-то еще на латынь, я имею в виду, как-то переводить надо было по-особенному. Ну, ты меня понимаешь. Ну, я понимаю, что Южно-корейский шрифт, там есть другой. Юмор бывает разный. Нет, я серьезно говорю. Я сам, в принципе, помню, что я раньше до этого говорил. Ну, хорошо, дальше. Я хочу докопаться до истины. Зачем это все? Что именно? Я говорю, теперь мы уже подходим ближе к истине. Значит, я поднимаю. Значит, я воспринимаю для себя так, что это унижение над человеком. Так, я не понимаю вот этот вот юмор. Вот честное слово, и нормально бы человеку это не понял. Я не говорю, что о запрете, там, о что-то в движении. Нет, не говорю. Я просто хочу докопаться до истины для себя, чисто, чисто, чисто для себя. По поводу чего вас решает истина? По какому вопросу? Вот теперь мы подходим с того ближе к истине. Что такое жертва для вас? Или я что-то неправильно понимаю? Ну, я не совсем вас не заставляю. Я и не заставляю. Вы в техническую поддержку после какой проблемой обратите к нам? Хотел бы у вас узнать. Вот как на духу. Что именно нужно? Почему любят молодежи играть в Шостаковичи? Этот вопрос вне моей компетентуры. Я готова вам помочь власть технических проблемах в интернете. Подожди, ведь я говорю правильно. Почему ты меня перебиваешь? Я вам обещаю мою пламотность. Если вас интересует по полному музыке вопрос, это не кому-то. Но это, говорится, не в нашей ситуации сейчас. У нас сумбур вместо музыки, а не анархия. У вас это юмор или издевательство на человека? Вы мне конкретный вопрос согласно техническим проблемам задайте. Я вам не могу ответить. Ты все хочешь что-то выложить из меня? Вы мне, пожалуйста, сообщите, с какой проблемой обращаете техническую поддержку в СМИ. Ты идет стенкой на стенку. Вот именно. Ты все это прекрасно знаешь. Я не совсем понимаю, с какой проблемой обозначаетесь. У вас что-то не работает? А что, тебе заводят с геями, что ли? Что-то, приколы, какие-то диалоги строите? Я вас спрашиваю, какая проблема у вас с интернетом? Ну, спасибо хотя бы за такое доверие. На самом деле так. Ну, вы меня скажете, что у вас проблемы с интернетом? Послушай мне, рунет – это весь земной шар. Ну, я понимаю. Ты можешь сейчас просто упасть от стула. У меня была одна злоба на человека. Я по городу Москве отослал, вернее, ну, перекопировал несколько объявлений, что этот человек нуждается в травле тараканов и прочих вот таких вот насекомых. Но указал его телефон домашний. Ну, после этого этот человек меня настолько не залюбил, и, в общем-то, у нас с ним прекратились технические общения. Эти объявления я просто раскрыл по Москве. Так, это я поняла. Вы в техническую поддержку СКРИМ зачем звоните? Я не понимаю. Почему я жертва? Я вас еще раз спрашиваю. По какой проблеме обращать техническую поддержку СКРИМ? Ну, я у вас уже задал вопрос. Пожалуйста, ответьте мне. Какой вопрос вы мне задали? Еще в жертвы. Жертва, я так понимаю, это когда вот находится человек вот, ну, как сказать, в заложниках. Да, вот это называется жертва. Я просто хочу понять, почему вы называете слово жертва? Мы называем такое слово? Да, допустим, смешно. Ну, а сделай погромче звук. Или у вас там техника страдает. Я вас очень хорошо слышу. Подвожу итог нашего разговора. Как будто бы, я так представляю, да, человек находится на неком заточении в клетке, вот над ним можно нацемехаться, там, смеяться, унижать его всяческими разными способами, да? Ты не умеешь строить разговор, это я уже понял. Я пытаюсь понять, по какой проблеме вы к нам обратились. Понимаешь, я не хочу соглашаться. Ни под каким твоим натиском. Насколько я понимаю, вы сегодня уже нам звонили. Например. Вы сейчас звонили, да? Например. С вами в течение не получаса должен задаться на наш специалист, который мы можем запросить эти деньги в следующий вопрос. Надо врагов достойно встречать. Я вам повторяю, что с вами должен связаться в течение не получаса. Пожалуйста, подождитесь, если мы можем запросить эти деньги в следующий вопрос. Ко мне звонят, вот, допустим, в 6 часов утра, там, мне не смешно, что звонят. Кто звонит? По слушай. Мне бы, как говорится, твои были та и твой пылкий юмор. Да, мы сейчас с вами должны были сейчас связаться наш специалист. Кто ко мне звонил? Кто ко мне звонил? Бульдог. Как тебя зовут? Только скажи честно. Меня зовут Садимина. Игорь или Алексей, там, я не знаю. Как тебе? Ну, мы с вами наш старший специалист должен связаться. Игорь или Алексей, кого брать в кавычках, то, что жертву, значит, можно пинать ногами, все, что захочешь. Нам было решено, что в течение полчаса с вами сейчас должны связаться наши специалисты, с которыми мы можем обсудить все интересующие вопросы. Поэтому давай уважать друг друга. Вы хотите рассмешить народ или все-таки довести до нервов? Мы никого не хотим не рассмешить, не довести до нервов. Да, мы еще разговаривали, что с вами сейчас должны связаться наши специалисты. Ну, развод это понятно. Вы меня и так уже, извините. Хотя ты признался ранее в нашей с тобой дискуссии, что ты пранкер. Кто я? Вы пранкеры. Я вам повторяю еще раз, что в течение полчаса с вами сейчас должны связаться наши специалисты, с которыми мы можем обсудить все интересующие вопросы. Я вам предоставила информацию о том, что с вами держат специалисты в течение полчаса сегодня. Спасибо вам за звонок. А теперь, пожалуйста, поясни. Техническая поддержка. 716-16-69? Да. Ход 499 или 495? Во-первых, я не знаю. Договор на кого у вас оформлен? Это я, Антон Уральский. Я вас слушаю. Ошибка. Какой номер ошибки? 716-16-69. Я вас слушаю. Ошибка. Какая ошибка? 716-16-69. На линии оставайтесь. Спасибо за ожидание. К сожалению, наш разговор не может продолжаться. Всего доброго. До свидания. Нахуй пошел. Техническая поддержка. Тринский центр, 75 дней. Меня зовут Ирина. Здравствуйте. 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 Ошибка. Номер телефона. Подключение ваш называется? 716-16-69. Он сказал, городу 495 или 490? Во-первых, я не знаю. На кого оформлен договор? Кто-то и задал несколько вопросов. Номер лицевого счета ваш назовите еще, пожалуйста. Во-первых, я не знаю. Алло. Номер лицевого счета ваш назовите, пожалуйста. Почему не нет? 716-16-69. Номер лицевого счета. 616-16-69. Возьмите, пожалуйста, информацию и перезвоните. Спасибо вам за звонок. До свидания. Техническая поддержка. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. 766-16-69. На кого договор у вас оформлен? Урал. Да, в чем у вас вопрос заключается? Ошибка. Можете, пожалуйста, назвать номер ошибки? Во-первых, я не знаю. А можете тогда поподробнее сказать, какая именно ошибка, что там говорится в этой ошибке? Линия уже настолько перегружена, что вы уже попадаете совершенно в другой номер. В какой номер? Вы по поводу ошибки сейчас имеете в виду? Да. Ну, а какая именно ошибка? Можете прокомментировать, что там говорится? Я еще раз говорю, вы ошиблись с номером из-за того, что линия МГТС перегружена. То есть, извините, вы сейчас звоните в техническую поддержку стрим, так? Да. У вас ошибка. Ошибка выпадает при подключении к интернету. Да. Что вы имеете в виду под фразой, то, что наши сервера перегружены и мы неправильно соединяем номера? Вам же ясно сказано, ошибка номером. Ошиблись. Вы ошиблись? Кто ошибся номером? В данный момент вы позвонили нам в техническую поддержку стрима. У вас есть вопросы по поводу неработающего интернета? Ну, во-первых, ты не представился. У вас есть еще вопросы по предоставлению сфоксадия? Ну, во-первых, ты не представился. Всего доброго. До свидания. Суническая Бояшкофрин, сфоксадия 43, Георгий. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, я слышу вас. Алло. Из-за вас перегрузилась линия МГТС. Уже со станции МГТС к нам звонили. Освободите немедленно линию. Говорю вам по-русски. Освободите немедленно линию. Номер телефона подключения вашего назовите, пожалуйста. 766-1669. А скажите, на кого у вас оформлен договор? Это я, Антон Уральский. Отчество можете назвать? Это Антон Уральский. Можете отчество назвать? А с какой нахрен, с какой нахрен знать мое имя Антон? Дело в том, что у нас в компании проводит полная идентификация абонентов. То есть для того, чтобы вас проконсультировать по данному вопросу, необходимо точно знать фамилию и имя отчества. Антон Уральский. А в смысле, что вы имеете ввиду, что у вас именно линия перегружается? Ошибка. А в смысле, какая ошибка у вас появляется? Я же сказал, что линию освободили. Подождите, пожалуйста, одну минуту сейчас на линию. Я заочиню для вас данную информацию. Кого надо? Кого хотите спросить? Подождите, пожалуйста, на линию. Спасибо за ожидание. Алло. Да. Скажите, а можете номер вашего лицевого учета назвать? Есть тебе вопрос. Вот ты вместо Антона, допустим, ты Антон, да? И тебе каждую секунду звонят. Что бы ты сделал? Ну просто, я точно вас не смогу проконсультировать по данному вопросу, если не точнее вас вашего номера лицевого учета. Вот именно, что ты задал несколько вопросов. Вы можете назвать номер вашего лицевого учета? Да. Назовите, пожалуйста. Это не Антон. Ну, в этом случае я не смогу проконсультировать, если точно не точну ваш номер лицевого учета. Слушай, ты еще заявление он подашь. Это ты меня беспокоишь, и он будет заявление подавать. Ты думал вообще, что говоришь, у тебя мозги на бекрень. Нахуй пошел. Записывай, чё, чувак. Отквините, пожалуйста, субсидентное введение разговора. Может, мне придется пригодить с вами данный разговор. Это, наверное, меняет уважительность общения клиентам. Алло. Да, я слушаю вас. У меня нету факса. Ты что, тупой, что ли, блядь? Этихническая поддержка стресса, специальность 79, Елена, здравствуйте. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Я слушаю вас. Да не надо мне ваших вопросов. 766-1669. Алло. 766-1669. Это номер телефона. На кого договор оформлен? Да. Антон Игоревич Уральский. Ли, чего еще одно? Зовите, пожалуйста. Нахуй пошел. Алло. Ли, чего еще одно? Зовите, пожалуйста. Нахуй пошел. Нахуй ошибка. Смешно, пожалуйста. Снимаю, пожалуйста. Снимаю, с вами. Строман, добрый день. Чего, чего ты говори почетче, что у тебя с фикцией-то? Техническая поддержка стресса, специальность 703 по линию трассы. Освободите телефонную линию, чтобы она была свободная. Номер телефона или номер лицового счета, гости, добрый ваш. 766-1669. 766-1669? Да. Минус. Что? Номер лицового счета не могли бы вы подсказать? Дейте этого человека, нет. Номер лицового счета подскажите, пожалуйста. Дейте этого человека, нет. Пожалуйста, подскажите номер лицового счета. Вы знаете, и консультироваться вы будете в милиции. Я завтра буду подавать заявление на вас. Перезвоните, пожалуйста, и выточните номер лицового счета. Всего доброго. Нету, ошибка. Техническая поддержка стресса, жен NBC и Дмитрий Джоcell. Здравствуйте. его слушал 766 1669 766 766 1669 это номер телефона ваш до 499 кода до дверна кого софобин да алла да это я антон уральский него слушай кого нужно его слушай какого вопроса алё да его слушают ошибка я вас лучше вопросов задавайте пойдем алло если немедленно линию говорю вам по-русски осознайте немедленно линию всего доброго до свидания и не уже настолько перегружена алло алло здравствуйте 766 1669 антон игоревич уральский это я антон уральский урал 666 1669 я уже ответил дальше код 499 до чем могу вам помочь линию уже тут сломали телефонную у вас не работает телефонная линия линия уже настолько перегружена нету ошибка вас интернета нет алло да или происходит обрывы связи периодически мы никаких разрывов не знаю просто интернет не работает до интернет у вас не открывает страниц или возникает ошибку при подключении ошибка какой номер ошибки 700 алло 766 алло вас не слышно алло алло ошибка алло вас не слышно перезвоните пожалуйста техническая поддержка перед оператор 323 артам здравствуйте освободите телефонная линия чтобы она была свободная ошибка алло алло вы пропадаете какую телефону линию вам освободить ну что ж вы жить спокойно не даете освободите немедленно линию говорю вам по-русски осознайте немедленно линию вы сейчас звоните техническую поддержку интернет-провайдерам какую она освободить да и какую линию освободить вам освободите телефонная линия чтобы она была свободная таким образом вам ее освободить линия уже настолько перегружена что вы уже попадать совершенно в другой номер понимаете что мы не звоним никуда мы звонки принимаем есть вала там я не знаю по час по два тогда линия товар мгтс сама себе перегрузится но это не к нам это к мгтс кто вы меня достаете заставляет меня нервничать я крашусь алло 766 1669 номер лицового счета назовите ваш алло уже говорили что антона просит и так далее мне нужен номер вашего лицевого счета до что до лицевой счет назовите пожалуйста да вам что алло не я заход мне нужен ваш номер лицевого счета без него я не смогу консультировать вам же я за скажу ошибка номером ошиблись кто ошибся ведь этого человека нет освободите телефонная линия чтобы она была свободная мне нужен ваш номер лицевого счета линия уже настолько перегружена что вы уже попадаете совершенно в другой номер какая линия перегружена либо вы мне назвать номер лицевого счета либо я вынужден буду прекратить с вами разговор да лицевой счет мне назовете алло чего надо номер лицевого счета мне назовите ваш тебе вопрос вот и вместо антона допустим ты антон да и тебе каждую секунду звонят чтобы ты сделал всего доброго до свидания чтобы выжить бесплатно техническая поддержка кривии специалисты 65 меня зовут Ирина здравствуйте 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 чего надо-то алло чего надо-то номер телефона подключения ваш назовите 766 1669 код города москвы 495 или 499 номер лицевого счета ваш назовите нету ошибка уточните пожалуйста тогда информацию и перезвоните до свидания пошел подержка кривии специалисты 65 меня зовут Ирина здравствуйте да нахуй пошел назовите ваш номер лицевого счета нахуй пошел уточните пожалуйста информацию и перезвоните до свидания техническая поддержка кривии специалисты 65 меня зовут Ирина здравствуйте нахуй пошел алло нахуй пошел перезвоните пожалуйста еще раз подаем номер спасибо вам за звонок до свидания техническая поддержка кривии 322 владимир здравствуйте 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 766 1669 договор у вас такого формы это я антон уральский номер лицевого счета назвать можете да какой вас номер лицевого счета во первых я не знаю но к сожалению наш разговор не может продолжаться всего доброго до свидания дохуй пошел техническая поддержка трима инженер 565 аляки здравствуйте здравствуйте 766 1669 а зачем это тебе вообще на нужно знать во первых на 3 и перед надели во вторых данную информацию необходимы для того чтобы я смогу обслуживать каждый данный пользователь в интернете ты я тетя мани тетевать вами на 3 и переходили если не смеется на общение буду даже закончить наш разговор имеет абсолютно конфиденциальная информация и хочет знакомиться с теми кто он хочет знакомиться правильно я не рады на том что данная информация вас спрашиваю если вы не хотите называть эту информацию то назовите ваш арабский или любую другую информацию по которой я могу убедиться в том что я общаюсь с нашими клиентами это я антон уральский вы называли ваш лицевой учет изначально под данным лицевым учетом определяется другой вы данные не менялись почему сейчас номер вашего лицевого учета 766 1669 правильно данный лицевой счет сейчас зарегистрирован за другим человеком это я антон уральский кто я понял а на кого договор оформлены антон игоревич уральский я вам еще раз говорю на нашим данным договор оформлены на другого человека кого надо вы либо называете некорректный номер лицевого счета либо назовите мне какую-либо другую контактную информацию по данному номеру лицевого счета например на какой телефон он охватан 766 1669 это номер телефона ваш да хорошо я вас слышу в чем у вас со мной ну хотя бы так ну а первых ты не представился молодой человек 35 лет верно а ты кто гей по какому вопросу вы сейчас обращаетесь ты уже дал понять мы с вами на ты не переходили я прошел ничего вообще нет пошел ты на техническая поддержка стрима операция 233 андрей здрасте здравствуйте телефон подключение машина 766 1669 766 1699 766 1669 прошу прощения на кого оформлены договор антон игоревич уральский у вас проблема да в чем суть проблема чтобы вы от меня откололись потому что у меня уже на двоили отказаться от услуги хочешь да соответственно можете расторгнуть договор или непосредственно написать письмо на факс компании либо самому офису а ну это нормально хорошо у меня нету факса так алло алло да у меня нету факса я еще раз говорю нету факта но можете подъехать в офис почему что почему другие беспокоят почему вот твое мнение так еще раз можете суть проблема выразить конкретно то есть и я правильно понял вы хотите расторгнуть договор конечно вот соответственно если у вас нет факса вы можете подъехать в офис написать там заявление соответственно адрес вы можете познакомиться с вами посредством на сайте стрим центра продаж чем сейчас я могу вам помочь из-за вас перегрузилась линия мгтс уже со станции мгтс к нам звонили так 7 во первых я не знаю как сейчас некая помощь требуется по какому вопросу я сказал русским языком линии телефона освобождаем освободить это завершить разговор вы подразумеваете ли что если у вас проблема с телефона линии вам необходимо обратиться в мгтс но это говорится не в нашей ситуации сейчас по данной проблеме обратись в мгтс если у вас проблемы с подключение мгтс уже со станцией мгтс к нам звонили так а то сейчас что требуется чего чего ты говори подсчетчик алло да у вас проблема с подключением или как раз проблема да у вас страницы не отображаются или ошибка возникает при подключении ошибка номера ошибки можете назвать нету ошибка вы говорите у вас ошибка и не говорит то что нет да у вас непосредственно обрывы идут интернета мы никаких разрывов не знаю модем ковс во первых я не знаю можете посмотреть на самом модеме написано да да мазохизм так ну а чем я могу вам помочь посредственно по данной проблеме не знаю ничего не знаю так модем вы можете мне вызвать модель модема до данной ситуации он ничем помочь не могу спасибо хотя бы за такое доверие на самом деле так с кем я разговаривал оператор 233 андрей я прокомментирует тогда когда ты представишься когда ты оригинально представишься какое твое имя андрей игорь или алексей кого брать в кавычках я андрей я зовут андрей игорь или алексей там не знаю как тебе давай будем говорить как-то духу хорошо хорошо вот вы хотите рассмешить народ или все-таки довести до нервов первую очередь определить чем у вас проблема но мы знаем что такое обыкновенная антенна и что такое цифровое телевидение не спутниковая скажем тогда я не виду качество изображения верно да ну значит у меня было дело ну слушалось когда был в южной корее на гастролика значит мне надо было из интернета в интернет в южной корее подчеркивают значит информацию соответственно переслать так черта с два так еще сама можете конкретно суть проблему сказать что у вас сейчас происходит значит информацию соответственно переслать так черта с два там они у них очень странные понятия то есть английский шрифт там с южно-корейский там надо как-то еще на латынь я не виду как-то переводить надо было по-особенному так но и я из этого не понимаю в чем суть у вас проблема а что в америке нет русских сайтов есть но при чем сейчас тут это адрес этот не далее вконтакте ну не могу понять чем суть у вас проблема происходит освободите немедленно линию говорю вам по-русски это немедленно линию сейчас минут на линии подождите хорошо ну давай давай спасибо за ожидание да а вот какие-то проблемы с интернетом сейчас данный момент ошибка номер ошибки можете назвать нету ошибка ну просто страниц не отображаются линию уже тут сломали телефонный у вас дельсель индикатор горит на модели до страниц не отображаются на марку модем модема можете назвать и модель назовите можете назвать нормально марку модем модема значит придется завершить разговор к сожалению не могу вас консультировать дальше я не заставляю спасибо звонок все доброго до свидания это мой мозги на бекрин нахуй пошел служба поддержки мтс 3 дмитрий здрасте алло алексей дмитрий здравствуйте здравствуйте ошибка что еще раз ошибка какая во первых я не знаю а проблема сама в чем все нормально сама проблема в чем ошибка какая ошибка зачем тебе нужна данная информация телефон подключение можно знать либо номер лицевого счета до номер телефона либо лицевой счет назовите 766 1669 766 1669 да оформлен договор на кого антон игоревич уральский какая ошибка у вас удается ошибка номер ошибки есть да ну как какой номер ошибки удается 2 ошибка номер 2 да что вы замолкли фашисты ошибка 2 просто и все удается да это при подключении интернет выдается ошибка вас до модем какой у вас марки модели можно узнать сада мазохизм 0 модем какой марки модели сада мазохизм план общения сменитель я вынужден я думаю не имеет смысла потому что я уже звонок на тебя поставил таком плане разговоры я не смогу продолжать я сейчас позвоню сначала и проверю вашу поддержку лично я приму все меры чтобы ты больше не дозванивался этот мой последний разговор с тобой сама проблема в чем мы вообще до вас не дозванность вызвать на подожди я к ведь я говорю правильно почему ты мне перебиваешь что и прикрыл значит ты информацию конфиденциальную сохраняешь саму к себе я правильно я правильно понимаю я не понимаю вообще о чем вы вы обнимал антаржен интернетом с телевидением вы в интернете поищите и об этом обязательно то все на указано проблема в основном номер оператор какой почему вы не представились 448 молодой человек 35 лет что но хорошо ладно я прокомментирует тогда когда ты представишься когда ты оригинально представишься какое твое имя я представился дмитрий ты меня разводишь я имею право так жить и тебя разводить ты попал на того человека до который ты почувствовал какую-то слабинку и которого его надо раскрутить вы вообще о чем сейчас говорить обращать техническую поддержку по ему да проблема во всем дом этом мы увидели но стрим выложил разговор таскать система понимаешь вот именно ты все это прекрасно знаешь проблема во всем интернет вот ты подтвердил я хочу от тебя услышать личное объяснение объяснение какое вот теперь мы подходим с того ближе к истине как у меня вопрос я смеялся на я хочу подтвердить что на расстоянии смеяться значительно лучше чем когда заходит непрошенное гости насильно в подъезд мой и врывается в мою квартиру у вас проблема в чем с интернетом или телевидением ты согласен со мной чем отвечаешь вопрос на тву вопрос это как в евреевском анекдоте вопросов чем как тебя зовут такой скажи честно что сказать как меня зовут для но мы знаем что такое обыкновенная антенна и что такое цифровое телевидение не спутниковое скажем тогда я не виду качество изображения верно да так вот значит соответственно были технические неполадки прямом смысле проблемы с телевидением до стойность людям не показывает картинка экране об ошибке выдает да что именно ошибка на экране пишет ошибка какая а это вы уже знаете а теперь пожалуйста поясни какая ошибка выдается что пишет на экране ошибка получил ошибка какая ошибка вопрос можете задать да вопрос какой в чем именно проблема можете сказать да вторая проблему в самом именно и чтобы и чтобы получился диалог я просто хочу понять для себя следующие вот знамя несёте какое значимую в чем проблема в чем проблема 3 выглядеть конечно вот кто платит парал говорит оттоп заказывает музыку то это разговаривает совершенно спокойно и не беспокоится за это задать ваш вопрос да у вас вопрос именно по работе или по другому вот мне лично не смешно но можно продолжить разговор если у вас вопрос касается технического характера вопрос какие-то другие да на обыкновенном телевидении на обыкновенном телевидении существует слово реклама так и что ты согласен со мной причем тут эта реклама причем тут реклама а это вы уже знаете вопрос можно скажи мне пожалуйста следующее вот я тебе спрашиваю как разумительного человека а почему бульдог макс там разрывник менял но разные ники почему-то пишет готов капу и пишет следующую фразу причем тут это проблема вас чем адрес этот нет разговор к разговор ходит по кругу я помочь могу чем-нибудь техническим техническим плане да в чем в чем проблема адрес этот мне дали в контакте какой во-первых я не знаю но говорить какой-то адрес а что в америке нет русских сайтов есть причем контакт в моем смысле что в прямом смысле нет а сколько мы с тобой общаемся что беседуем абсолютно и нормально вот проблема сама в чем в этих разделах разговор ходит вокруг я помочь могу чем-нибудь да по данному разговора я просто хочу маленькую строчку это не счет конечно же обетишь давайте ребята уже успокаиваются уже просто выходите по одному тому же кругу короче говоря давать мы сейчас вам придем ребята ток что сделаем идем ребята ток вы считаете вообще это юмор что юмор врачом говорить вообще можно понять говорит я давай будем говорить как на дыху хорошо о чем говорит я просто хочу понять для себя следующее вот знамя несете какое разговор ходит вокруг и чтобы получился диалог прекрасные ты бы передал бы этот спич вашего карима служба поддержки мтс прим есть а ты хочешь построить со мной разговор давай друг друга вожать ты задаешь вопрос я отвечаю я отвечаю ты меня спрашиваешь хорошо у вас проблема ошибка номер телефона или лицевой счет назовите пожалуйста она это нормально хорошо 766 1669 на кого оформлен договор это антон уральский отчество какое антон игоревич уральский какая шутка у вас а это вы уже знаете я к сожалению не вижу какая у вас остается скажите пожалуйста а почему потому что меня нет доступа на ваш компьютер я не могу видеть так как она вына и и ничего не знаю какая-то ошибка у вас появляется уже да какая ошибка какая два модем у вас какой не знаю ничего не знаю посмотрите пожалуйста вас на модеме название написано sada мазохизм модем да ну такой модем вряд ли у вас по 0 смотрите пожалуйста повнимательнее не знаю ничего не знаю ну вы знаете где у вас модем находит да посмотрите пожалуйста на модель название какой написано сада мазохизм так называется вас модем да хорошо какие индикаторы горят на модели а вот какие горят лампочки на модели сейчас мы рассматриваем вашу проблему ну хорошо ладно лампочки посмотрели да такие горят например power dsl интернет эзерны какие-нибудь и да такие горят не знаю ничего не знаю вы прочитать название лампочек модема можете во первых я не знаю не знаете что не знаю ничего не знаю но вы к нам обратились проблем чтобы решить проблему от вас требуется некоторые действия вы готовы их выполнять да хорошо тогда прочитайте пожалуйста лампочки которые горят на вашем модели вот поясните мне пожалуйста я слушаю вас какая проблема давай мы не будем вопросы я еще должен сказать точную дату и я еще должен сказать время по секундам нет этого не будет скажу я хочу тебе сказать что спросил своих колен очень хорошо и все наш разговор бы еще бы записывался все наши разговоры записываются она это нормально хорошо у вас есть техническая проблема которая лучше у вас такая проблема ошибка какая если у вас появляется ошибка 2 это название 2 до 1 лампочки с модема прочитайте пожалуйста но дело погромче звук или вот там техника страдает вы плохо меня слышите да хорошо прочитайте пожалуйста название лампочки которые горят на вашем модели я вас не расслышала а зачем это тебе вообще надо нужно знать чтобы понять чем ваша проблема слушай прекрати прикалываться я хочу решить вашу проблему для этого мне нужно уточнить какая индикация у вас на модели вот именно что ты задал несколько вопросов вы готовы отвечать на вопросы чтобы решить проблему вас вашим интернетом вопрос на вопросы не отвечаю еврейский анекдот 2 я знаю вы не задали пока мне никакого конкретного вопроса почему что почему ошибка вот чтобы понять почему у вас ошибка мне необходимо уточнить индикации на вашу модель у меня ничего этого нет у вас нет модема а что ты думаешь я хочу знать какой у вас модем и такие лампочки на модели горят у меня ничего этого нет у вас нет модема не знаю ничего не знаю хорошо минуту на линии подождите пожалуйста большое спасибо за ожидание давайте попробуем с вами проблему еще раз подагностировать и ну давай давай модем у вас какой все таки сада мазохизм это не название модема не знаю ничего не знаю в таком случае уточните пожалуйста марку и модель вашего модема таблина и перезвоните нам пожалуйста ну поплачь спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! Продолжение следует...